В обычной жизни они лица каналов, краевых печатных изданий, голоса радиоволн, авторы новостных колонок в социальных сетях. Но во всемирный день настольного тенниса, акулы, пира и телекамер соревнуются вокруг столов с теннисными мячиками. Вот уже пятый год для барнаульских корреспондентов это традиционный турнир. Хотя в прошлом году был вынужденный перерыв по понятным причинам. Хотелось бы, конечно, почаще собираться, встречаться, потому что все-таки не хватает навыков тренировок на должном уровне. Как-то с диктофоном попривычнее. Среди 13 журналистов нашлись и те, кто играет давно и с азартом, и совсем новички. Временами силы были неравными. Наша коллега Ирина Корчаевна несколько лет занималась настольным теннисом. И в этот раз в одиночку противостояла мужчинам с ракетками. Я нормально. Единственное, меня все просто размазали. Я, по-моему, уже всем проиграла. Но я не проиграла. Я дала просто мужчинам возможность победить себя. Резкие удары, сконцентрированный взгляд, поза победителя. Некоторых это привело к первому месту. Лучшим теннисистом стал Алексей Герасимов, журналист газеты «Вестник Горно-Алтайска». Из трех игр ни одного поражения. Замечательный турнир, замечательный зал. Особенно, если соперники потренируются еще немножко, чтобы можно поупираться немножко. Всемирный день тенниса – праздник совсем молодой. Впервые он отмечался в 2015 году. В Алтайском крае этот вид спорта развивается активно. У нас даже есть сборная по настольному теннису. Спорт прошел определенную перезагрузку. Есть правильная динамика. Настольный теннис, наверное, один из тех видов спорта, который ловит эту динамику. Поэтому, да, развивается, но все впереди. К 2024 году в Барнауле запланировано строительство сибирского центра настольного тенниса. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцын во время январского визита краевой столицы. Правда, подробности все еще не уточняются. А пока что алтайские теннисисты ютятся в спорткомплексе «Обь» и мечтают о большой игре настольного тенниса. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.